Славлю Бога, молюсь, пишет попова Ольга. Анна говорит про славление Бога, включая песни, совсем не замечая, как все уныние проходит. Любовь нам пишет стих Исаия 61.3, им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. В этом стихе Мессия в возвышенном стиле описывает кое-что из того, что он дает взамен тем, кто его принимает. Взамен пепла он дает украшение, взамен плача радость, взамен уныние слова хвалы. Анна, Божье утешение. Светлана, прославление. Екатерина, вера в Бога. Отсутствие Александра, отсутствие работы. Отсутствие работы. Вот что. Это сейчас было что? Это отсутствие работы. Ну то есть, если человек не работает, это решает вопрос его уныния. Артем, Слово Божье. Александр, близкие. Таша, как можно больше отвлечься, чтобы не так много думать отвлечься? Марьяна, Бог, Слово Божье, высокая цель, танцы. Шерон, благодарность и поклонение. Рюзя, или Рюзя, простите. Молитва. Андрей, радость пред Господом, сила моя. Сестра какая-то пишет. Дети, дети. Жаклин, Слово от Бога и друзья. Бакаева, Залина. А я всегда уповаю на Бога, молюсь, благодарю Бога. И начинаю размышлять над тем, как меня любит Иисус, как меня защищает. Галина. Я считаю уныние, проявление саможалости, недоверие Богу. Необходимо противостоять Ему в мыслях, чтобы не допустить сердце. Бог есть любовь, Он дал нам все, и кто мы есть в Нем, задействуй веру. Задействуй веру. Там был ответ предпоследний о том, что нужно думать о том, что Иисус нас защищает и оберегает. Вот, пожалуйста, ваши комментарии. И вкратце скажу, на самом деле, все, что я сейчас послушал, это все очень серьезное и очень классное осознание того, что с этим надо бороться. Да. Но, знаете, когда у человека болит зуб, он пойдет к стоматологу, когда уже ничего не помогает. Вот не надо доводить до момента, когда уже ничего не помогает. Нужно прямо сегодня задуматься, если у вас есть какие-то зачатки уныния, грусти, непонимания, разочарования, прямо сейчас найдите человека, который поможет вам с этим справиться. Молитвой, совместными пениями, вот как там писали, танцами, всем чем угодно. Вас нужно вывести из этого состояния концентрации на негативе. Чтобы это не было очередной таблеткой анальгина, чтобы сейчас запили, зуб перестал, болит, ну и хорошо. Процесс продолжается. Дьявол не спит и не дремлет, он продолжает это все сеять. И нужно действительно отнестись к этому очень серьезно. Не пытайтесь загладить это. Пытайтесь решить этот вопрос. Нужно обратиться к тем, кто это умеет делать. Это ваш наставник, ваш пастор, братья, сестры, писание, молитва, мысли об Иисусе Христе. Но ни в коем случае не вот, ну я сейчас потанцую и будет хорошо. Так к этому не относитесь. Если появилась эта мысль, отнеситесь к этому серьезно. Если людям помогает. Я еще раз говорю, это должно быть серьезное решение вопроса, а не анальгин. Пожалуйста, твоя... Как повторяю вопрос. Что делать, да? Что делать, чтобы не впасть в уныние. Ну или как сразиться. И как сразиться с этим. Две вещи скажу, одну короткую, одну, это которая как бы ежедневная. Что помогает справиться с унынием? Я скажу так, что когда я проходил процесс банкротства, когда я потерял бизнес, и когда как бы мне казалось, что я не знал, как жить, просто вообще не знал, как жить, то я... Первое, что у меня было, я постоянно читал себе, я до сих пор это делаю почти каждое утро, уже по привычке, с разбором каждой строчки, на память, Псалом 22 Давида. То есть с пониманием, не заученная фраза, а с пониманием каждой строчки, что Бог... Там не просто, что Бог для тебя сделал, да? Там, что Бог для тебя делает в конкретном моменте времени. То есть есть, что сделал, есть, что делает, и есть, что сделает. Поэтому я очень рекомендую нашим телезрителям это момент... Как лекарство. Да, как лекарство. Второй момент я хочу посоветовать, как я делал в банкротстве, как многие люди делают в болезнях или еще каких-то жизненных ситуациях. То есть ты попадаешь в какую-то ситуацию жизненную, разводы есть, там, что угодно происходит, да, в жизни людей. Ты попал в какую-то жизненную ситуацию. Обрати внимание, как вот Авелий сказал, что начинаешь встречать людей на костылях или там еще каких-то, обрати внимание, кто, кого ты знаешь, или, может, кто-то знает кого-то, кто в такой же ситуации, но он себя чувствует лучше, чем ты. Я что делал? Я как банкротство у меня только начиналось, я собрал адреса всех знакомых, кто этот момент проходил, и живут нормально, на позитивчике так бодро. Я в упавшем состоянии духа, они такие позитивные. Я, короче, поехал, я с каждым с ним встречался, я сидел, разговаривал, общался, приглашал в гости, я проводил с ними время, я учился у каждого из них, у каждого. Я вышел из банкротства легче у всех из них, и раньше большинства из них. Друзья, вы сейчас помолитесь за наших телезрителей общей молитвой, и у нас совсем не остается времени, но тем не менее я прочту. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уз прославляющих имя его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны ему. Это интересно, вот эти, вроде Христос пожертвовал для нас, а для нас остаются вот такие простые жертвы. Жертвы хвалы, общительности и благотворения. Если у вас апатия, если у вас опустились послания к евреям. К евреям, да. Да, последний. Я прошу вслух. Да, да, да. Евреям. Интересно, что это евреям. Друзья, мы молимся за вас, и если вдруг вы попали в такую ситуацию, начните делать, опять сделайте эти три вещи, три жертвы, и вы увидите, как на жертву придет огонь, и вам придут силы, радость и благословение. Поведите нас, друзья. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, когда Ты собираешь нас для того, чтобы мы познавали Тебя, Господь, за то, чтобы мы выходили, Господь, вот с этой хвалой, с этим прославлением Тебя, Твоего великого святого имени, потому что мы знаем, что имя Иисуса, Иешуа, нет другого имени под небом, которым нам суждено было бы спасти. И спасение, оно настолько всеобъемлющее, Господь. Ты спасаешь нас от всех козней врага, Ты спасаешь нас от всех грехов, которые сейчас на нас пытаются навесить дьявол, от всех грехов, которые были на нас. Ты уже все совершил. Ты принес себя в жертву, когда мы все были еще грешниками. Мы, возможно, были небогоугодны вообще, но Ты, Господь, возлюбил нас такой любовью, которая разрушила просто на века, на тысячелетия. Вперед, весь грех, все непотребство, все всяческое непослушание, Господь. Мы просто провозглашаем сейчас, что все это актуально по сей день. Потому что одной капли Иисуса Христа было достаточно, чтобы разрушить все коварные планы дьявола. Господь, мы просто провозглашаем эту кровь Иисуса на жизнь каждого Иисуса, на жизнь каждого, кто смотрит сегодня этот эфир, на всякого, кто находится сейчас в унынии, кто находится сейчас в непонимании ситуации. Я просто призываю сейчас все, что я испытал вот в тот день, когда я не поверил этим словам. И я просто провозгласил, что у Бога другие планы, потому что Бог за, а не против. И у Него планы о нас только во благо, а не во зло. И я просто провозглашаю. Вот все, что я получил в тот день, это великое исцеление. Это просто избавление от этого приговора, который врачи вынесли. Пусть 40 раз и зальется больше на каждого, кто находится сегодня в этой ситуации, из которой он не знает, как выйти. У Бога есть чудеса, у Бога есть знамения, у Бога есть, Он в силе и сегодня делает чудеса в твоей жизни. Просто прими это сейчас, согласись с этим, и просто исполняй это в своей жизни, благословляя и прославляя нашего великого Царя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь, дорогие. Пусть Божий мир пребывает с вами. Будьте благословлены. Спасибо за то, что вы писали, и то, что вы с нами вместе разделяете нашу общую веру.